Фридрих Незнанский. Чужие деньги. Роман. Москва. Агентство. КРПА. Олимп. Эксмо. 2005 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Эпиграф. Там царь-кащей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Александр Сергеевич Пушкин. Глава первая. — Ужель та самая Татьяна? — размышлял Питер Зернов, обосновавшись на переднем сиденье, в то время как серебристая «Хонда» вознамерилась, очевидно, навеки застрять в пробке возле Рижского вокзала. Сзади напирал двухъярусный автобус, полный японских или китайских туристов, одинаково черноголовых, точно арбузные зернышки. Впереди коченел в транспортном параличе грузовик, несущий непонятную конструкцию, которая угрожающе болтала цепью в десяти сантиметрах от хондиного лобового стекла. На поверхности цепи различалась филигранная вязь ржавых шелушащихся трещин, в ней присутствовало что-то от тлена казематов, от исторического прошлого. Пушкинский дух продолжал, очевидно, видать над Питером, так как он представил, что такой цепью мог обматывать скупой рыцарь свои сундуки, набитые драгоценностями, с которых еще не стерлись пот и кровь невинных жертв, вдов и сирот. Поразительный факт, но если верить художественной литературе, раньше люди любили и деньги, если можно так выразиться, чувственно, осязательно, зрительно, любили перебирать золотые монеты, всякие дублоны и луидоры, пересыпать их из ладони в ладонь, многократно пробовать на зуб, подтверждая подлинность сокровища. Сейчас ценность денег измеряется количеством материальных благ, которые можно за них приобрести. Раньше монеты могли веками дремать под спудом, сейчас они должны непрерывно крутиться, работать. Редкому оригиналу взбредет в голову любоваться пачкой, да хотя бы целой игрой банкнот. Скорее это отрада для бандита или бедняка, отхватившего крупный выигрыш в лотерею, чем для серьезного бизнесмена. Бизнесмен, имея дело с деньгами в компьютере, с символами, призраками денег, лишенными осязательной вещественности, вот в чем штука. Теперешние деньги стали виртуальными настолько же, насколько виртуальным стал наш бедный мир. Но убивают из-за денег точно так же, как и в прежние времена, и кровь от этого не перестала быть менее настоящей. Питер взглянул на часы. Время в запасе есть, хотя поторопиться не мешало бы. В последнее время Питер подметил в себе склонность к философствованию и не мог решить, к добру это или к худу. Пожалуй, он подумывал о том, что журналистам хорошо быть до сорока лет. Пока в заднице играет эту русскую идиома, Питер внутренне произнес не безмолодечества, здоровое детство, мускулы крепкие, а запас бесстрашия равняется только запасу нерастраченной глупости, полагающей, что умирают лишь другие, второстепенные персонажи, а лично он, главный герой, не умрет никогда. С возрастом первозданное бесстрашие сменяется разумной осмотрительностью, а жажда новых впечатлений грустным скептическим взглядом на мир, в котором слишком много дерьма и крови, и людей, которые делают бизнес на дерьме и крови. Когда-то Питер собирался стать писателем. Какая чушь! В его ранних, незаконченных романах отсутствовало подлинное знание жизни. А начни он писать прозу сейчас. Знания жизни в ней было бы чересчур много. Такая концентрированная правда взорвала бы лист бумаги, в нее бы просто не поверили. Так что в конечном счете лучше ему продолжать тянуть воз, в который впрякся. Журнал «Мир и страна» — вот его главный роман, захватывающий роман с продолжением. Но почему снова и снова возникает в его журналистских расследованиях Татьяна? Он считал ее подставной фигурой, жертвой хищного алчного мужа. Неужели ошибался? Как досадно! К тому же это пробка! Сидевший за рулем Хонды заместитель редактора журнала «Мир и страна» искоса наблюдал за начальником, которого вызвался подбросить до метро «Китай-город». Сначала Питерс сидел с непроницаемым лицом, потом вдруг посмотрел на часы и попросил «высади меня здесь, Леня». Да что ты, Петя, сейчас поедем. Обещал до Китая-города, значит, туда и доставлю. Спасибо, Рижская тоже подходит. Несколько остановок на метро, и я на месте. Почему ты только не заведешь себе машину? Вот потому Зернов иронически, широким жестом, обвел запруженное автотранспортом шоссе, чтобы не опаздывать. Свежий ветер, ударивший в лицо, стоило открыть боковую дверцу, отвлек Питера от мрачноватых мыслей. Хмурую пасмурность ноябрьской Москвы не делали веселей даже ярчайшие пятна рекламы. Климат есть климат. Но приукратившись первым снежком, Москва похорошела. Инии на деревьях и проводах, бело-зеленые газоны, схваченные обледенением гладкость асфальта, кошмар владельцев личного транспорта, отрада детворы. В Москве проводятся тревожные поспешные торжества, связанные с очередной годовщиной октябрьского переворота. А в Америке такая погода соответствует Рождеству. Англ-бэлс, англ-бэлс. Став в России своим и усвоив массу бытовых идиом, повергших бы в обморк бедную маму, бабушку и преподавательницу Амалию Федоровну, питавших его наисубтильнейшим, возвышеннейшим вариантом русского языка, Питер не сумел привыкнуть к одному. Тому, что главным зимним праздником у русских теперь считается не Рождество, а Новый год. Несмотря на то, что семейство зерновых блюло православие, во взрослой жизни Питер не отличался особенной религиозностью. Однако в мерцающей таинственности Рождества, с волхвами и домашними животными, склонившимися над запеленным младенцем простодушной куколкой бога, ему внятно улавливалось нечто трогательное, Мешающее смириться с языческой советской подменой в виде облаченного в шубу здоровяка Деда Мороза, его длиннокосой спутницей Снегурочки. Кто она ему? Дочка, внучка. Непонятные родственные отношения между двумя сказочными персонажами томили смутной непристойностью. Впрочем, в Америке тоже никто не помнит, что краснощеки Санта-Клаус первоначально был святым чудотворцем Николаем из азиатского городка Мир Эликийский. Все меняется, все меняется. Уверенность Запада в своей религиозной миссии размывается политкорректностью. В разъеденную атеизмом Россию возвращается православие. Питер верил в Россию, в страну, которую уже привык считать своей. Дом на Котельнической набережной, на фоне сумеречного синего неба, в воздушных снопах розовой подсветки, имел вид многообещающий, словно праздничный торт. Что до Питера ему эта чудовищная высотка больше нравилась безо всякой подсветки. Во влажной мгле, когда впервые увидя ее в начале девяностых, он с удивлением услышал от сопровождавшего его московского аборигена, что именно так, замком Дракулы, окрестили это здание студенты, будущие переводчики, завсегдаты, расположенные напротив библиотеки иностранной литературы. Наверное, вследствие громоздкой зловещей внешности, ощетиненной готическими башенками о доме на Котельниках распространялись досужие легенды. Что под ним начинают с подземной ходы, охватывающие всю Москву, что при строительстве фундамента здесь завалило рабочих, а их товарищи, по приказу НКВД, торопившегося сроками, залили завал цементом и продолжали возводить для партийной элиты замок на костях. В замурованных рабочих Питер не верил, а относительно пустот под зданием точно знал, что они там присутствуют. Порой и он, просыпаясь по ночам или выходя из ванной, когда прекратившийся шум воды обостряет восприятие безмолвия, улавливал колебания. Нет, скорее, след колебания, почти неслышный подземный гул. Высотка на котельниках, с виду неколебимо прочная, в любую минуту могла сложиться, как карточный домик, присоединив главного редактора мира и страны к погребенном фундаменте рабочим, мифически они или нет. Зернов отметал такую опасность, как маловероятную, в конце концов никто не живет вечно. Позоровавшись с консьержем, солидно кивнувшим в ответ на американскую улыбку, Питер поднялся к себе на третий этаж, высотой равной стандартному шестому. Высочарные потолки, ковровые дорожки в углах необъятной лестничной площадки, Разлапистые, нецветущие растения, линцевитым блеском производящие впечатления искусственных. Для потомка русских эмигрантов первой волны Это напоминание о большом советском стиле представлялось чуждой экзотикой, вроде античных развалин Греции или египетских пирамид. Два ключа последовательно повернулись в двух замках с некоторым усилием. Что это? Неужели испортились? Когда он уходил, дверь закрылась нормально. Питер не был трусом, но ношение с собой газового пистолета при его работе не было излишней предосторожности. Ударом, обутый в зимний ботинок ноги, Питер распахнул дверь настиж и, одним рывком впрыгнув в прихожую, включил свет. Англ Бэлс, Англ Бэлс, настырно крутилась хрустальная мелодия в голове Питера. Но слова подворачивались русские. Кто-то здесь, кто-то здесь. Пустая квартира встретила жильца безмятежной тишиной. В просвет незадернутых штор следило за ним ночное небо. Дуло газового пистолета дергалось из стороны в сторону, не находя мишени. Питер обошел все три комнаты, проверил кухню, подсобку и ванную. Никаких изменений. Даже махровый полосатый халат, который он, уходя, повесил на сушку для полотенец, не соскользнул на кафельный пол. Питер свободнее перевел дыхание, присел на стул возле компьютера. Глупая подозрительность. Все замки на свете когда-нибудь выходят из строя. Вызвать слесаря и заменить. Это то, что предписывается двери. А себе он предписывает ранние подъемы, холодный душ и рациональное питание. Неплохо бы еще побегать труссой, но, к сожалению, пятнадцатиминутный бег труссой в пределах садового кольца равен часовому вдыханию угольной пыли. Непременно надо выкроить время, чтобы выбраться за город. Не сейчас. Лучше в начале декабря, как только сдаст в типографию очередной номер журнала, когда окончательно ляжет снег, глубокий пушистый снег, вдвоем с ней шалить, как дети, перебрасываться снежками. Но если она откажет, если скажет, что он ей не нужен, все равно за город зализывать раны в одиночестве, проваливаться в сугробы, по-буддистски созерцать голые черные ветви, склоненные над пышными шапками. Какая же это роскошь, русский снег! Питер еще бормотал, подно что-то о снеге, когда зазвонил телефон в дальнем углу комнаты. Звонок словно пробудил его, сделал очертания окружающих предметов резкими, до предела обострил восприятие. И Питер отчетливо увидел доказательства того, что квартиру кто-то без него посещал. Доказательство валялось на полпути между компьютерным стылом и кушеткой, и выглядело невинно, как, в общем, и положено выглядеть заурядному бытовому предмету. Однако, несмотря на его мнимую заурядность, Питер отдавал себе отчет, что такого предмета в доме не было. И даже если допустить, что он завалялся где-то в подсобке, Питер не извлекал его на свет ни сегодня утром, ни накануне. Телефон продолжал звонить. Надо взять трубку. Лежащий на полу предмет приковывал Питера к месту. Он еще успеет поразмыслить об этом предмете. Телефон разрывался от звона. Питер встал, чувствуя себя, как столетнее дерево, которое с корнями вырывают из земли. Никто не живет вечно. Питер улыбнулся и снял трубку. Я люблю тебя. Услышал он единственный в мире голос, который не ожидал больше услышать никогда, и успел рассвести и восторжествовать, и краем не нужно подумать о ключах и замках, а, может быть, и замках. До того, как любимый голос свернулся в плотный огненный шар и ударил ему в ухо, разнося голову, и осколки черепа оказались стеклянными. В полете они вызванивали «Англ Бэлс, Англ Бэлс», и Питер удивился тому, что слышат песенку, когда у него не осталось ни ушей, ни головы, а звон нарастал до физической нестерпимости, сливаясь с предсмертным, да, теперь ясно, предсмертным, звонком телефона. И Питер постарался припомнить «Отче наш», и по ниточке этих вечных слов, затверженных во младенчестве, начал карабкаться куда-то ввысь. Глава вторая Ноябрь — самый мрачный месяц в году. Время присутствия солнца на длине горизонта стремится ужаться до минимума. Красные и желтые листья облетели, черное безобразие сучковатых деревьев, грязного асфальта и пазмурных сумерек, занимающих весь день, и без щеткой границы, перетекающих в ночь, не смягчается даже снежной белизной. Возможно, в том, что расправившись со социализмом Россия сохранила в наследство обычаи празднования 7 ноября, есть заслуга погодных условий. Отбросив идеологию, которую символизировали красные знамена, люди пожалели об их цвете, цвете не облетевших осенних листьев. А, если проще, на излете затянувшейся осени хочется праздника, хочется яркого, пусть электрического света, дружеских сборищ, хочется, наконец, застой. Идя по коридору генеральной прокуратуры, вызванной к заместителю генерального прокурора Константину Меркулову, следователь по особо важным делам Александр Борисович Турецкий с удовольствием вспоминал недавний праздник. В день примирения и согласия, так, кажется, его приказано величать, семья турецких проявила полное согласие, надо идти в гости. Даже Нинка, все свободное время проводившая со студенческими друзьями, не стала возражать против того, чтобы пойти к Грязновым, где огоньки люстры радужно отражаются в хрустальных затейливых бокалах. На белой скатерти испускают сдобные пары изделия неподражаемого кулинарного таланта Нины Галтионовны, где их ждут все свои. И особенно ждал Слава Грязнов. 7 ноября он любил побеседовать о судьбах погибшего советского государства, сопровождая размышления хорошим вином, в данном случае красным, потому что именно оно преобладало на столе. 8 ноября Нина Галактионна решила, что к ее кулинарным изыскам особенно подойдет красный. Вячеслав Иванович в таких вопросах жене повиновался, как, впрочем, у многих других. Ведь мы, Санек, жили, как в детских яслях, доказывал Слава. Нам долдонили про борьбу трудящихся за свои права, про нищету, безграмотность, а мы ничему не верили. Ну, может быть, верили, но мимо ушей пропускали. Мы ведь не видели этого ничего. А теперь, когда каждый день сталкиваешься с нищими и с безработными, и с беспризорниками, которые шляют по улицам вместо того, чтобы учиться, начинаешь на некоторые вещи смотреть свежим взглядом? Ведь не случайно народ большевиков приветствовал, не потому что он якобы с ума сошел. — Революции, — возражал турецкий, — делаются для того, чтобы жить лучше, а завершаются длинными, муторными объяснениями, почему жить стало хуже. Короче, слава революции всегда несут новое угнетение. — Но ведь угнетения и раньше было полно, и против него всегда боролись. Дай-ка я тебе прочитаю украинскую песню про одного народного мстителя. Ну, если на чистоту выпил генерал Грязнов изрядно. Иначе, комментируя идеи борьбы бедняков против угнетателей, не достал бы сборник украинских песен, приобретенный в Каменец-Подольске во время недавнего поиска картин гениального авангардиста Бруно Шермана, и не попытался бы исполнить одну из них. Пение, впрочем, превратилось в декламацию, потому что мотивы Вячеслав Иванович не знал, а в нотах не разбирался. Зато слова ему нравились. Народная баллада, посвященная историческому герою Западной Украины, начиналась. Сначала слушали внимательно, пытаясь разобрать на слух, что же происходит в песне. Потом от непонимания захихикали. Комический эффект нарастал. — Довбуш, плечи представляе, Штефан в Довбуш остреляе! Слава начинал сердиться, пытаясь донести до присутствующих содержание чего-то очень важной для него песни. — Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает Довбуш мой! Под общий хохот завершила Нинка. — Дядя Слава, вы лучше расскажите своими словами, что в этой песне происходит, а то ничего не понятно. — Довбуш приходит к Штефановой жене. Та не хочет ему отпирать двери. Довбуш ломает двери. За дверью почему-то оказывается Штефан, который стреляет в Довбуша. Подключился к обсуждению турецкий. — Криминалистический казус какой-то. — Ты, Слава, давай опиши, как положено состав преступления. И Слава, пользуясь комментариями, помещенными в конце песенника, изложил исторические факты. Олег Судовбуша, благородного разбойника, защищавшего украинских крестьян от польских панов, неоднократно пытались убить по приказу угнетателей, которому он здорово мешал, но никому это не удавалось. Удалось это сделать совершенно постороннему человеку, крестьянину Штефану, в чью жену Ксению Довбуш был влюблен. По угрозами или лаской Штефан принудил Ксению назначить знаменитому любовнику свидание, а сам спрятался за дверью с ружьем. В самый последний момент Ксения пожалела Довбуша и отказалась отпирать ему двери, но он, раздосадованный непонятным женским капризом, сам вломился в дом. Штефан застрелил его. История не показалась турецкому особенно примечательной. Такого добра не счесть в фольклоре любого народа. Но, очевидно, Довбуш и Штефан продолжали вращаться в его голове. Потому что на реплику Кости Меркулова убит американский журналист Питер Зернов, он отозвался. Его застрелили? Баллистическую экспертизу уже провели? Костя воззрился на подчиненного с недоумением. Зернов не был застрелен. Его взорвали в собственной квартире. А что, ты располагаешь иными сведениями? Нет, так, ерунда. Накануне отмечали праздники со славой Гризновым. Так, так, знаю я ваше отмечание, заметил воздержанный в алкоголе Меркулов. Почему? Неплохо посидели и обменялись подарками. А вот от тебя подарок я получаю только сейчас. Надо полагать, ты хочешь меня осчастливить делом Зернова? Осчастливлю, Саша. Все непременнейшие осчастливлю. Это большая честь, работать над таким заданием. С юных лет Турецкий усвоил, что когда начальство говорит о важности, нужности и благородстве того или иного дела, значит, собирается спихнуть на плечи подчиненного. Совсем уж невозможную гадость. Усвоило то, что спорить в подобных случаях бесполезно. Да кто такой был этот Зернов, сделал Турецкий слабую попытку отбиться, за что получил по полной программе. Питер Зернов? Неужели не слышал? Ну и ну. Главный редактор русского отделения американского журнала «Мир и страна». Эмигрант? Внук эмигрантов. Его дедушка, белогвардейский генерал, сначала отбыл в Чехию, а потом перед Второй мировой войной в Америку. Впрочем, ты сам почитаешь. И выложил на стол перед Турецким толстенную папку, при виде которой у следователя по особо важным делам защемило где-то в желудке, той области, которая чуть-чуть всего реагирует на неприятности. Надеюсь, тут не одни только дела давно минувших дней. Дела в основном сегодняшние. Я тут попросил разыскать некоторые предварительные материалы. Ознакомься. Думаю, у тебя сразу появится несколько версий. Ну ага. Как и следовало ожидать. Хреновые дела твои, Турецкий. Если версий много, значит, скорее всего, ни одна из них ни к чему не приведет. Ну что ж, ситуация обычная. Независимо от того, приведет к чему-то или нет, каждую линию надо тщательно раскапывать. Такова, как говорил один давний знакомый, селява. Впрочем, знакомый не был следователем по особо важным делам. Понял. Разрешите идти? Идите, генерал Турецкий, позволил Костя. Я тут же снизил официальный тон. Да, чуть не забыл. С тобой должны связаться из американского посольства. Пресс-отноши от Тимоти Аткинс был другом Зернова. Миновать подъезд, где в прежние времена выстраивались столпы за визой на выезд в страну, обетованную Америку, из нищей тогда России, дало слегку. Следователи по особо важным делам принимали с должной учтивости. На лице Тимоти Аткинса, пухловатым, без морщин, с нарядкой с чистой розовой кожей, Турецкий не прочел особенной скорби. Что ж, не по всем утраченным друзьям мы одинаково скорбим. Ну, знакомство, приятельство, что ли. Присаживайтесь, пожалуйста, пригласил Аткинс. Александр Борисович, Александр Борисович, вы будете вести дело Питера? Последовал некоторый обмен учтивыми, но малоинформативными фразами. Пресс-отноши удивительно хорошо, без акцента говорил по-русски. И Турецкий не смог ему об этом не сказать. — Это все, Питер, — понял Тимоти. — Для практики я в студенческие годы много говорил с ним по-русски. Он же приохотил меня к вашей великой литературе. В вашей великой литературе прозвучало уверенно, а вот, употребляя редкий, с ирелом добротный устарелости глагол «преохотить», американец улыбнулся, словно ступил по гладкому льду и заранее попросил извинить, если посхознется. Господин Аткинс не мог не задать вопрос Турецкий. Когда вы в последний раз видели Питера, он не производил впечатление угнетенного или встревоженного? Он ничего не рассказал вам о своих проблемах? — Боюсь, даже если рассказал, мои сведения безнадежно устарели, — развел розовыми ладонями Тимоти Аткинс. — Мы с Питером в последний раз встречались год назад. Вот тебе на. От Котельнической набережной до американского посольства рукой подать. Чуть-чуть большее расстояние лежало между посольством и редакцией журнала, где работал Питер. Тем не менее двое друзей, достигших высот, каждый в своей профессиональной деятельности, не испытывали потребности почаще преодолевать это расстояние. Саша Турецкий и Слава Грязнов не смогли бы обойтись друг без друга целый год. Лишние доказательства различий между дружбой и франшипом. И все же настаивал Турецкий. Он на что-нибудь жаловался или на кого-нибудь? Питер не любил жаловаться. В нем соединялось несоединимое. Для всех журналист Зернов казался открытым, дружелюбным, рубахопарнем. Вновь ощущение скольжения по тонкому льду. Но это камуфляж. Зернов, которого, помню я, был закрытым, сложным человеком. Сложность психологии была у него чисто русская, как у героев Толстого. Мы не затрагивали вопросы личной жизни. Мы обсуждали политические события, вспоминали прошлое. Какие политические события вы обсуждали? Прежде всего, угрозу современному цивилизованному миру страны ислама. Я придерживаюсь той позиции, что радикализм взглядов поражается бедностью, и экономически помогая мусульманским странам мы можем способствовать снижению агрессивности фанатиков. Питер спорил со мной, доказывал, что агрессивность заложена в самой сущности ислама, и деньги, выделенные в помощь фанатикам, будут потрачены на выращивание новых убийц. Он считал, что заслоном на их пути должна стать Россия, которая сейчас, к сожалению, слишком слаба. — Экономический рост, иллюзия. Коррупция — способность вести к нулю любой экономический рост. — Он называл вам имена конкретных лиц, замешанных в коррупции? — Мне? — Господин Турецкий, он называл их всему миру. Прочтите предпоследний номер мира и страны за этот год, и найдете в нем список ста богатейших людей России, и их состояние исчисляется не миллионами, а миллиардами. — Конечно, я не могу вмешиваться, но это непорядок, когда такие деньги не тратятся на развитие производства, на создание новых рабочих мест, а кладутся в карман частному лицу. Полагаю, каждый из этого золотого списка был способен затаить зло против Питера. — Сто подозреваемых! — Да, Саша, ты влип. — Но об этом вам может рассказать кто-то другой. — Поймал себя за язык Аткинс, очевидно опасаясь, не переступил ли он границ дипломатической вежливости. — Я хотел представить вам несколько эпизодов из прошлого Питера, чтобы вы лучше поняли, каким он был. Это был человек, взявший лучшие от двух своих родин, России и Америки, от американцев честность, равенство, открытость, от русских предков силу, упорство, душевную устойчивость, именно такие, как Питер Зернов, способствуют сближению наших народов. Эпизод из прошлого Питера Зернова Пощечина Это была провинциальная школа с ее запахом пропитанных мелом губок для стирания с доски, со шкафчиками для вещей, которые неплотно закрывались, и поэтому некоторые ученики приносили из дому замки, чтобы никто не мог обнаружить, что они там прячут. А еще огороженная площадка для подвижных игр и сражений в бейсбол, а еще кинотеатр Рубин, куда они ходили втроем с Клиффом и Чаком, чтобы потратить несколько центов на сахарную вату или попкорн, замирая, когда на берег черной лагуны выползало морское слизистое чудовище или из летающей тарелки, высаживался на техасское ранчо десант инопланетян. Повсюду говорили о русских космических спутниках и о русской угрозе, и от этого слияния образов. Большеглазые и длинноголовые космические пришельцы приобретали русские черты. Он обожал смотреть старую фантастику в кинотеатре Рубин, гордившимся стеклянным потолком и темно-вишневым занавесом. Для школьных друзей и учителей этот мальчик был Питером, и это было нормально. Кроме школы был дом, дом он был Петей. К отцу и матери он должен был обращаться по-русски, и это тоже было нормально. Как и то, что кроме английского и французского он должен был учить русский язык и читать русские книги. Книги делились на два разряда — старые и новые. Старые отличались от новых наличием букв, которые не читались, что сближало отмененную русскую грамматику с современной английской. В новых эти буквы не допускались, зато в них попадались непонятные слова — открытка, раскладушка. Когда он спрашивал об их значении, маму или приходящую по вторникам и пятницам Амалию Федоровну, все объясняли, но непременно прибавляли, что так говорить неприлично. Вместо раскладушка следует употреблять два слова — раскладная кровать, вместо открытка — открытое письмо, и что не следует подражать большевикам, которые вместе с Россией изуродовали ее язык. Однажды Петя спросил папу, «Если язык, на котором написаны новые книги, изуродованы, почему ему дают их читать?» Папа смешно пошевелил такими же светло-ржаными, как Петины, а гораздо более толстыми и кустистыми бровями, и сказал, что любой язык меняется с течением времени. Если русский язык изменился не в лучшую сторону, то Петя не должен презирать людей, которые употребляют слова наподобие открытка и раскладушка. Это не их вина, а их беда. А знать современные русские необходимо для того, чтобы разговаривать с русскими, когда мы поедем в Россию. — А нас там большевики не убьют? Петя был потрясен. Большевики чуть не убили и дедушку генерала, портрет которого висел на почетном месте в гостиной, и, несмотря на это, папа хочет ехать к ним. — Все меняется, — задумчиво сказал папа. — Мы вернемся на родину, когда там не останется большевиков. Верю, что так будет. Можно обманывать некоторых людей недолгое время, но вечно обманывать великий народ нельзя. Когда-то, давным-давно, Питеру взбрело на ум, что его папа — русский шпион. И он с трудом дышал, полураздавленный, открывшийся истины. Потом сам понял, что это глупость. Русские шпионы всегда скрывают, что они русские, а папа ни от кого ничего не скрывает. Русские шпионы стремятся внедриться в высокотехнологичное военное производство, а папа содержит аптеку. И еще, хотя это несерьезно, русских шпионов обычно играют артисты, высокие и горбоносые, а папа плотный и невысокий, со своим веснущатым лицом и рыжеватыми волосами, похож, скорее, на шотландца. Но главные шпионы вечно притворяются, а папа никогда не врет. А что соседи и сослуживцы называют папу Джорджем Зерноу, когда на самом деле он Георгий Зернов, так это просто потому, что Джордж — это по-английски Георгий, так как Питер — это Петр, Петя, и о чем тут рассусоливать? Мир в своей двоединости был понятен, целесообразен и прост. Трещины в нем возникли позже. — Эй, Зернову, а вы дома варите картошку в самоваре? — Этот Билл Хармон перевел своих класс недавно, но вел себя слишком нагло для новичка. Так, словно он старался застолбить главенствующее положение. Он напрашивался на то, чтобы ему хорошенько всыпали. Сидя на бревне во дворе, в ожидании следующего урока, Питер повернулся, глядя на Билла в упор. Хармон был выше, пожалуй, зато Питер шире в плечах, и неизвестно было еще, кто кого. Просто Питер не желал попусту лезть в драку, и поэтому терпеливо сказал. — Картошку никто в самоваре не варит. Самовар — это такая штука для чая. У нас есть старинный самовар, но мы им не пользуемся. Он стоит в маминой комнате для красоты. — А, по-моему, вы все-таки им пользуетесь. Ну, скажи, пользуетесь, да? Разводите костер, над ним вешаете самовар? После такого нельзя было сдержаться. И Питер двинулся на Билла, но между ними вклинился Чак, беспокойно поглядывая то на нового друга, то на старого. — Что это вы? Не надо! Помиритесь, пожалуйста, помиритесь! Билли, ведь ты пошутил, да? Билл сделал шаг назад. Лицо у него сделалось скучающе расслабленное, но в щелках прищуренных глаз затаилась наглость. — Конечно, — я пошутил, — на что ты сердиться? Я же не знал, как обращаются с самоварами. Питер злился из-за того, что Чак почему-то решил, что им нужно теперь дружить втроем с Биллом. Возможно, Чак знает о нем что-то хорошее, но это не значит, что Питер согласен терпеть его насмешки над всем русским. Питеру следовало потребовать, чтобы Билл попросил прощения, а Билл сказал бы, что он просто пошутил. — Прощения просить не за что. Видно, в этом классе шуток не понимает. И тогда с легким сердцем можно было полезть в драку и как следует нападать Биллу, пока не звенит звонок. Разумный и ясный план смазал заявление Клиффа, который, словно не обращая внимания на то, что происходит между Биллом и Питером, завопил. А вы знаете, какой фильм идет вечером в Рубине? Раз Путин — безумный монах, там женщин кнутом хлещут. Снова русская тема. Впрочем, Питер отнесся к этому как к досадному совпадению. Клифф не такой, чтоб поддеть его нарочно. Нас не пустят, благоразумно заметил Чак. Сколько иксов перед названием? Для недостигших семнадцати строго не рекомендуется. — Моя сестра разносит сахарную вату во время сеанса, — зашептал Клифф. — Я с ней договорился. Она нас пропустит на галерею. Оттуда все видно. — Всех пропустит, — уточнил Чак. — Всех четверых? — Я не пойду, — сказал Питер. Он сам не понимал, что заставило его произнести эти слова. Вдруг выскочило, обожгло, как предощущение. На экране скачут мерзкие, кривляющиеся, окровавленные русские. А он, Питер, корчится в галереи, стараясь сжаться, исчезнуть, не быть. Что из того, что он никогда не видел России? Всю жизнь прожил в этом городке, который знает, как свои пять пальцев. Все равно он русский, и этого не смыть. Некогда. Завтра контрольная по математике. Нужно подготовиться. — Да что там контрольная, — великодушно сказал бестактный Клифф. — Ты и так лучше всех напишешь. У тебя же полно математических способностей. А я-то думал... Наглые щелочки Билла превратились в широко раскрытые, мнимо, наивные глаза. Я-то думал, что Питер обязательно пойдет с нами и будет объяснять, что в этом фильме не так, что продюсер выбрал не те самовары. Дальнейшее развитие событий прекратил долгожданный звонок. Во время занятий по литературе Питер был скован и даже не смог прочесть свое любимое стихотворение Эмири Диккенса, которое читал вслух еще полгода назад. И мисс Блэк велела ему сесть и прийти в себя, но Питер не приходил в себя. Он думал. И до следующего звонка пришел к окончательному выводу, что не имеет права не пойти. Иначе Билл подумает, что Питер трус. И даже если Питеру наплевать, что подумает о нем Билл, если не пойти, на душе останется ссадина, потому что нельзя будет ее исправить. И это, во-первых. А во-вторых, дворянин не может позволить себе быть трусом. Это Питер слышал от папы. В Америке нет дворян, и сын аптекаря, наверное, не имеет права носить дворянский титул. Но дедушка, воевавший против большевиков, был дворянином. И из уважения к дедушке Питер должен пойти в кино, но раз с Путиным. Правда, папа не одобрил бы того, что сын в его возрасте ходит на такие фильмы. Но папе он все объяснит позже. Он поймет, когда речь идет о делах чести, при чем тут возраст. После полуденная жара дремала на зелених заурядные улицы под окнами родного дома. Папа наверняка задержится допоздна у себя в аптеке. Из маминой комнаты доносился двойной смех. Наверняка она с подругой, миссис Ленниган, придумывает новые прически или обсуждает состав предстоящей вечеринки. Питер постучал. Мама открыла не сразу. Волосы у нее были стянуты махровой лентой в пучок, лицо жирно блестело. Питеру не нравилось, когда мама так выглядела, хотя такое состояние у нее и называлось наводить красоту. Но сейчас наведение красоты было кстати. Мама, я сегодня задержусь. Красноречие несло Питера по волнам лжи. Пойду делать уроки вместе с Клиффом и Чаком. Завтра контрольное, нужно подготовиться. — Энн, — позвала из глубины комнаты миссис Ленниган, — ты только взгляни, какое... Ладно, ладно, иди, иди, — невнимательно бросила мама. — Только если будешь возвращаться поздно, попроси, чтобы кто-нибудь из взрослых проводил тебя. Она поспешно поцеловала Питера в щеку, оставив приторно-клубничный запах того, чем было намазано ее лицо, и захлопнула дверь. Питер отер щеку, медленно спустился по лестнице и двинулся навстречу своей участи. Ему совсем не хотелось смотреть этот фильм. — Мне совсем не хотелось смотреть этот фильм, — доказывал он папе, когда все открылось. В гостиной светилась лампа под зеленым абажуром. За окнами сона шелестели кусты, и от обычности обстановки то, что происходило дома, делало совсем невыносимым. Но, Билл Харман, он у нас новенький, подкалывает меня тем, что я русский. Если б я не пошел, он бы сказал, что я не пошел из-за того, что я русский, и надо мной стали бы смеяться. Ты же знал, что детям запрещено смотреть этот фильм. Устало, — сказал папа. Против обгновения он сейчас надел очки, которыми пользовался редко, может быть, для того, чтобы как следует рассмотреть неожиданный проступок сына. В том, чтобы делать запрещенные вещи, нет никакого героизма. В нормально устроенном обществе ничего не запрещают просто так. Ты должен был не только не идти сам, но и отговорить своих товарищей. Питер безнадежно вздохнул. Да, это было именно то, что он был должен сделать с точки зрения взрослых, но очень трудно объяснить взрослому, хотя бы и папе, почему именно этого он сделать не мог. Питер желал бы избежать тяжелых объяснений, и, трезво рассуждая, он сам был виноват в том, что объяснения потребовались. Никто ничего не узнал бы. Старшая сестра Клиффа с ирландским именем Дейрдре, помимо торговли сахарной ватой, занималась чтением философских книг и каких-то журналов, которые выпускали очень маленьким тиражом. И, в отличие от папы, считала, что запреты общества — она называла его лживым и прогнившим — это очень плохо, поэтому согласилась исполнить просьбу брата и провести его вместе со школьными друзьями на галерею, где обычно никто не сидит, тем более в будний день. Питер ожидал, что по дороге Билл снова станет его донимать, завоевывая свое никому не нужное первенство, но Билл молчал. Говорил Чак. — Питер, не обижайся на Билла. Я ему тут объяснил, что ты не из России, что ты вырос в Америке и ненавидишь большевиков, ведь правда. Питер кивнул, ощущая неловкость. Большевиков он в самом деле ненавидел. Но ведь фильм будет не о большевиках, а о том времени, которое отец всегда считал золотым веком, фильм будет о России, и такой ответственности он выдержать не мог. — Да, я никогда не был в России, — с напускным равнодушием, — ответил Питер, — и не поеду. Чего мне там делать? — Но русский язык ты знаешь, — стрел бил. И всякие штуки про самовары родители заставляют. Стремя стать для школьных друзей совсем свойским, совсем Питером, без примеси Пети, он врал без зазрения совести. Вот как одна ложь, оказывается, влечет за собой другую. Тебя, небось, тоже много чего заставляют делать. Тут они проникли в рубин со служебного входа, и Дердра, велев не шуметь, потому что у нее из-за них мог быть неприятности, провела их на галерею, откуда экран виднелся через низкую гипсовую загородку, состоявшую из барьера на коротких пузатых колоннах, и нужно было смотреть в отверстие между колоннами или положить подбородок на барьер. При детском росте иначе никак, и не успели они приспособиться, как фильм уже начался. С самого начала фильм раздвоился. Словно вместо одной пленки Питер, в отличие от других зрителей, смотрел две. Но первый, Кристофер Ли, в роли страшного Распутина, хозяйничал в бутафорской России среди падающего хлопьями ненатурального снега. На второй перед ним проплывала Россия из рассказов отца и старых, пестрящих твердым знаком книг. Какая из них была настоящая? Точность требовала ответить та, которую вручили Питеру родители в хрустящей оболочке семейных воспоминаний. Но вот эта Россия, созданная американским режиссером, далеким от знаний истории, обрамленная закрученным сюжетом, которого Питер, увлеченный внутренней борьбой, почти не улавливал, не позволяла отбросить себя просто так. Она обладала вязкостью неприличного анекдота, который способен любую чистоту запачкать и сбросить в глязь. Такой России и таких русских Питер не хотел. Он от них открещивался. Но получалось, что таким образом он открещивался от самого себя. Потому что чем интенсивнее нарастало желание не иметь ничего общего с такими русскими, тем сильнее рядом пробивалось желание не иметь ничего общего с русскими вообще. Потому что именно такими их видят американцы. А ведь Америка — родина Питера. Потому что он здесь родился. И куда же ему еще деваться? Не в Россию же. Там большевики. Сцены, разворачивающиеся на экране, становились все более мерзкими. И они происходили на фоне православных икон, точно таких же, перед которыми Питер читает молитвы, утром и вечером, и Питер зажмурился, если уж некуда было отвернуться. Красивые ляжки, хохотнул под ухом Билл, когда камера остановилась на раздвинутых ногах очередной фрейлины императорского двора. Красивые русские ляжки, да. Что произошло потом? Даже сам Питер не понял, потому что дело происходило в темноте. Да, ему следовало сдержаться. Но он не смог сдержаться и, не прицеливаясь, ткнул Билла кулаком в бок. А Билл под кулаком оказался тощим, как глиста, и неустойчивым. Он повалился на барьер, одна колонна которого была натреснутой, она и раньше плохо держалась, и веса Билла подавно не выдержала, и от ее проволочной основы отвалился гипсовый кусок. И окруженный сухим, вызывающим чихание облаком, точно снаряд с военного самолета унесся вниз, в публику, и там задел мисс Пруденс, которая на днях исполнилась 73 года. Во время сеанса до Питера доносились скаркающие реплики мисс Пруденс, которая тоже считала происходящее в фильме мерзостью, и из-за этого Питер даже почувствовал к ней симпатию, которая прекратилась, стоила мисс Пруденс закричать. Она кричала таким голосом, словно ее ударили гипсовой колонной по голове, а всего-то ее обсыпало трухой, ну и порвало рукав, но она так закричала, что служащие кинотеатра просто не могли не остановить сеанс и не включить свет, чтобы выяснить, что за шум и с кем произошел несчастный случай. Ну, и тогда, конечно, все выяснилось. Питер больше всего волновался за Дердре, вдруг ее уволят. За себя он стал волноваться позже, когда полицейский вел его домой. И не зря, потому что этот разговор под зеленой лампой был одним из самых тяжелых в жизни Питера и его отца. Нужно было говорить правду, все как есть. Они с папой никогда не лгали друг другу, а правда не получалась. Точнее, она получалась болезненной и оскорбительной для Питера и для России. И Питер злился на папу сильнее, чем на Билла Хармона. Хотя, в отличие от Билла, папа ни в чем не был виноват. Он был во всем прав, вот поэтому Питер и злился. — Папа! — не выдержал Питер. Его детские виски впервые застучало что-то тяжелое и страшное. — Мы же американцы, мы живем в Америке, мы лучше говорим по-английски, чем по-русски. Зачем нам эта Россия? Питер сначала услышал звук, потом ощутил на лице ожог. Но даже складывайте, два и два он не мог поверить, что произошло невероятное. Отец ударил его. — Ах, значит, тебе не нужна Россия! — высоким плачущим голосом выкрикнул Георгий Зернов. А ты не нужен ей, и ни одной стране ты не станешь нужен, если будешь всю жизнь присмыкаться перед мнением быдла, стыдиться своего происхождения, своей родины, и мне такой сын не будет нужен. Недоверие сменилось чувством катастрофы. Папа никогда не бил Питера, никогда не повышал на него голос. — Мама, другое дело, та, если ей попадешься под горячую руку, могла и отшлепать, и отругать. Но позднее всегда приходило мириться и целоваться, и Питер знал, что эти мелочи жизни не стоит принимать всерьез. Но папа, аптекарь, потомок русских дворян, был сыну всегда ровен, разговаривал с ним без поблажек, поднимая до себя. Не исполнить данного папе обещания или солгать было стыдно, страшно стыдно, и худшим наказанием был стыдно. Но то, что стряслось сейчас, было еще хуже. Что, если папа в самом деле от него откажется? Питер не осмелился поднять руку горящей щеке. Веснущтое лицо Георгия Зернова покраснело, будто закачанное сыну пощечина отпечаталось на нем. — Нет ничего плохого в русском происхождении, — уже спокойнее вымолвил папа. Ты же знаешь, что в Америке есть еврейские землячества, итальянские и польские. Но итальянцы и евреи не враги Америки, — робко сказал Питер. Он облегченно перевел дух. Если папа заговорил с ним, значит, вряд ли откажется. Возражать было страшно, но он предпочел бы новую пощечину суровому молчанию, за которой могли скрываться любые намерения. А Россия — враг. Верно, враг. Но почему? Все дело, Петя, не в национальном характере и не в языке, а в политической системе. Политическая система, которая сейчас властвует на нашей родине, враждебна не только американцам, французам, немцам, но и самим русским. Посмотри, ведь она лишила страну ее настоящего имени. Вместо России — СССР. Погоди. Настанут времена, когда это славное имя будет восстановлено. И тогда Россия и Америка больше не будут врагами. Готовься, это произойдет еще на твоем веку. И надеюсь, ты будешь принимать в этом участие. Лежа в своей комнате, с погашенным светом, на боку, кверху ударенной щекой, Петер слышал слабо доносящиеся до него голоса родителей. Но это же всего детская шалость. Правда, Анночка, я вспылил. Но не стыжусь. Если наш сын не научится отстаивать свои убеждения, он никогда не станет мужчиной. Просторная комната семинара художественной прозы была забита до отказа. Вообще-то мистер Баннер, написавший в прошлом толстый роман, которого никто не понял, и который, вероятно, потому был высоко оценен критикой, не мог похвастаться высокой посещаемостью занятий. Зато один из его учеников, Питер Зерноу, прозанимавшись всего полгода, успел приобрести популярность. Вести о том, что Питер будет читать новый рассказ, собирала неплохую аудиторию. Он еще не посылал своих произведений в литературные журналы, но мистер Баннер считал, что, когда это произойдет, публикация восходящей звезде Зерноу обеспечена. Самое примечательное, что рассказы Зерноу не отличались обилием фантастических деталей или авантюрным сюжетом. Секрет того, что они казались такими захватывающими, заключался в предельной достоверности изображаемых событий и чувств. Почти документальный, а, возможно, на самом деле имеющие в основе реальные события, эти рассказы поражали множеством точных наблюдений, деталей, которые до Зерноу никто, по-видимому, не отважился описать. Тимоти понимал, что научиться так писать нельзя, это особый глаз, с ним нужно родиться. Тимоти Аткинс не очаровывался относительно своих литературных способностей. К тому же семейная стезя вела его в дипломатию, и он не видел надобности сопротивляться. Семинар Баннера он посещал в качестве не творца, а потребителя. Ему нравилась атмосфера литературных споров, нравились желающие пополнить отряд писателей парня и девушки с их горячностью и застенчивостью. Иной раз тут можно было услышать что-то стоящее, как, например, проза Питера Зерноу, с которым давно ему хотелось познакомиться поближе. Сегодня такая возможность представилась. — По-моему, — поднял руку Тимоти, когда Зерноу сложил комкое, напечатанное на машинке листки, и Баннер, пожевав отвислыми губами, подал сигнал к обсуждению. — В рассказе интересно то, что к нравственному становлению героя приводит мелочь — нелегальный поход в кино. — Это не мелочь Тимоти, — отозвался Баннер. — Это ситуация нравственного выбора. — С которой человек сталкивается на протяжении всей жизни. — Я не совсем то хотел сказать, — Тимоти протолкался к Зерноу после выступления. — А что же? — Если хочешь, постараюсь объяснить. Ясным весенним днем они шли, беседуя обо всяких мелочах. А мелочи, как обнаружилось, дело серьезное. У Зерноу были рыжеватые вьющиеся волосы, длинный подбородок и крупный, словно вырубленный из дерева нос, слишком непреклонный для полудетского лица. Питер был похож на шотландского дворянина из исторического романа и не похож ни на одного из знакомых Тимоти. — Ты где-нибудь печатал свои рассказы? — спросил Тимоти, хотя знал, что нет, не печатал. — Нет. — И не собираюсь. Этим летом я сдаю экзамены в Беркли. Если удастся поступить, буду учиться по специальности политическая экономия. — Почему? А литература? Ты ведь тоже не собираешься становиться писателем? — Я другое дело, но у тебя талант. Что ж из того, что талант? Я его не хороню. Возможно, когда-нибудь снова начну писать, обогащенный новым опытом. Но сейчас политэкономия важнее. — Для кого? — Для чего важнее? — Для моей родины. — По-твоему, Америка больше нуждается в специалистах по политэкономии? Причем в великих писателях, не Америки, моей второй родине, России. Вообразите себе. Конец семидесятых. Разгар холодной войны. О русской угрозе не пишут разве что в малочисленных газетах левого толка. И тут, на заурядной американской улице, заурядный парень со среднезападным выговором объявляет Россию своей второй родиной. В устах Питера это звучало так естественно, что даже не позволяло им возмутиться или восхититься. — Я знаю, — проговорил Питер, — что ты можешь сказать о России. Но политическая система — это еще не вся страна. Я должен изучить политическую систему и страну, чтобы узнать, чем здесь можно помочь. А литература... В России было столько по-настоящему великих писателей, что я понимаю, насколько малозначителен мой талант. У тебя есть их книги? Дай почитать. Тем более дипломату надо знать иностранные языки. Глава третья. Галю Романову все ее подруги и знакомые студенты Ростовского юридического университета считали целеустремленной и ужасно пробивной. А главное качество, которое неизменно приписывалось ей, — трудолюбие. Слыша такие отзывы, Галя мысленно хохотала. Никто не знал, что больше всего на свете завзятая отличница любила лениться. Ей совершенно не хотелось вскакивать в предрассветную рань и, придав себе строгий вид, бежать, сломя голову на лекции или на практику, а также засиживаться за учебниками до поздней ночи. Спору нет, существуют на свете искренние любители ранних подъемов и ледяного душа, но Галя к таким чудакам не принадлежит. Что до нее, она предпочла бы поспать, а так часика в десять, а потом поваляться в теплой постели и еще часок, а после непричесанной в ночной рубашке отправиться на кухню и навернуть прямо из кастрюли еще теплого, сваренного накануне мамой, сытного украинского борща с пропитанной розовым свекольным отваром картошечкой, с перцем, с лавровым листом и всем прочим, что полагается. Борщ приобретает подлинный вкус только после того, как отстоится, уж вы поверьте. Но к ее величайшей досаде, единственным, что Галя могла себе позволить из этого списка невинных радостей, был борщ. Причем не в кастрюле, а в неглубокой тарелке. С наследственной предрасположенностью Романовых к полноте необходимо следить за весом. И сразу, непосредственно от обеденного стола, с легким, как полагается, чувством голода, в неуспокоенном желудке, Галя переходила к столу письменному, заваленному конспектами, учебниками, монографиями и рефератами. Потому что она умела быть к себе безжалостна в тех частых случаях, когда природная и уютная лень вступала в противоречие с мечтой. А мечта ее требовала нешучных усилий. Галя твердо намеревала стать следователем. Работа не женская, но на этом нелегком пути Галя служила путеводной звездой покойная тетя, полковник Александра Ивановна Романова, многолетняя начальница МУРа. Была бы тетя жива, непременно помогла бы племяннице в чужой неприветливой Москве, поселила бы к себе, поддержала бы добрым советом. Но нет больше на свете веселой и строгой Шурочки Романовой. Придется Гале действовать на свой страх и риск. С улыбкой и жалостью Галя вспоминает маму, нагруженную сумками, содержащими всякие необходимые в Москве предметы, а именно шерстяные носки, чулки, платки, вязаные шапки, рейтузы, банки с разнообразными домашними вареньями, соленьями. Словно вихрь, пронесясь по платформе вокзала Ростова-на-Дону, мама протаранила кучку пассажиров-провожающих, и пока Галя вручала проводнице билет, ворвалась в купе, мигом вытащила из железного ящика под нижней полкой свернутые ровно матрасы с затиснутыми в сердцевине подушками и любовно пристроила туда сумки. Ну и после этого все медлило, то суетливо поглядывала на часы и бормотала «Ухожу, ухожу, а то, не дай Боже, уеду», то действительно выходила в коридор, но тут же возвращалась под предлогом каких-то напутствий, которые забыла дать в дорогу дочери. «Ты ж, Галечка, только голодом себя не мори!» — упрашивала мама, загородив пышными, туго обтянутыми трикотажем формами дверной проем купе. «Ты ж только ешь, умоляю тебя, а то фигура фигуры, а наживешь язву, будешь же ж совсем дохлая, и носочки под сапожки обязательно поддевай, там же ж в той Москве морозы лютые, а носочки тепленькие, из козьей шерсти баба Маня нарочно для тебя свою козу обскубла и носочки связала. «И скажи тете Наде, пусть следит, чтоб ты обедала как следует, кушала первое и второе, я же ей напишу и спрошу, как ты кушаешь». Вещи действительно необходимые Гале, те, которые она отбирала сама, уместились в небольшой кожаный рюкзак. Галя стеснялась этих навязанных ей хозяйственных клетчатых сумищ, заполненных какой-то чепухой, этих громогласных наставлений и того, что соседи, по виду настоящие москвичи, не в состоянии войти в купе из-за мамы, которая закуприла собой вход и раздраженно твердила. «Мам, ну иди, что ты в самом деле? Поезд вот-вот тронется». Но, когда поезд на самом деле тронулся, и она с той обостренностью чувств, которая дается лишь расставанием, увидела со стороны эту разлаписто-бредущую по платформе коренастую простоватую женщину, такую одинокую, без дочери и сумок, у Галя перехватила горло. Какой бы ни была эта женщина нелепой и смешной, но она единственная любила Галю, заботилась о ней, нежила, ласкала, готова была жизнь за нее отдать. Но все это было в Ростове-на-Дону. Галя уезжала в холодный, неуютный мир, где ее никто не ждал. Первой эту истину со всей откровенностью доказала Надежда Павловна, подруга маминых девичьих лет. У Галли, разумеется, язык не повернулся бы назвать эту худощавую, молодящуюся платиновую блондинку тети и Нади. «Какая ты красавица, Галина, вылитая мать в юности, рассеяна», — сказала Надежда Павловна, но Галя ей не поверила. Потому что в зеркале за ее спиной отражалась круглолицая брюнетка с испуганным выражением, похожей на темный вишний глаз, в неуместно провинциальной курточке, обтягивающей слишком мощные округлые плечи. Покончив с комплиментами, Надежда Павловна перешла к деловым вопросам. «Да, конечно, она получила письмо от Галиной мамы. Да, конечно, она готова сдавать ей квартиру. Триста долларов в месяц Галя устроит». Галя мигом пересчитала в уме доллары на рубли, и ее маленький пухлый рот непроизвольно сложился в букву О. Она еще не была уверена, что ее, несмотря на обещания, возьмут работать в МУР, а требовать зарплату, которая покрывала бы расходы на квартиру, форменная наглость. Из уважения к твоей маме смягчилась Надежда Павловна. «Я могла бы снизить до двухсот восьмидесяти, но не ниже, пойми, у меня тоже есть семья, я не имею права входить в убыток». «Я подумаю», — убита промявляла Галя, «я подумаю». «Думай, моя дорогая, только не слишком долго. У нас есть другие кандидаты в квартирант». Таким образом, подхватив мамины сумки, которые сделала еще тяжелее от рухнувшего на плечи груза забот, Галя прямиком от Надежды Павловны поехала в МУР. И, надо сказать, тут встреча выдалась не в пример сердечный. В ней не искали сходства с мамой, которую никто не знал, и с тетей, которую знали слишком хорошо. Галин красные дипломы, характеристики, произвели благоприятные впечатления. А что до остального, то человек познается в деле. Ну вот что, Галина, снизошел до нее сам генерал Грязнов, занимающий ту же должность, которую в течение долгих лет украшала собой Шурочка Романова. Работать придется сразу и много. Галя с готовностью закивала. Если все дело в работе, она выдержит. Следователь по особо важным делам Александр Борисович Турецкий ведет дело об убийстве американского журналиста Питера Зернова. Он попросил, чтобы нас, Муровцев, выделили ему в помощь. Так что основная нагрузка ляжет на молодых оперов. Вот знакомься. Владимир Яковлев, твой коллега. А вот это Паремский, Елагин, Курбатов, следователи, подчиненные Александра Борисовича. Дело нелегкое, зато есть возможность проявить себя. Вопросы есть? Вячеслав Иванович, нехорошо было начинать с личного, но куда деваться? Мне жить негде. Как негде? А где ты остановилась? Честное слово, негде. Вот, видите, все мое принесла с собой. Галя юмористически обвела руками сумки. Может, если заключенных мало, хоть камеру свободную выделите? Чтоб мы молодых сотрудников сразу в камеру сажали, — нахмурил седые брови Вячеслав Иванович. Да не в жизнь. Володя, позвони-ка, Галиференко. Пусть выделит нашей гарной девчине Гали комнату в общежитии, а ты, Рюрик, веди ее в курс дела Зернова. Пока Рюрик вводил новую сотрудницу в курс дела, Володя Яковлев, вежливый и приветливый, успел вернуться и, чуть ли не кланяясь, точнее японец, вручить Гале бумажку с написанным аккуратным почерком адресом. Сначала нужно будет заехать к коменданту на метро профсоюзное и получить ключи, — объяснил он, — а потом отправляйтесь в общежитие. Может быть, хотите здесь оставить ваш багаж? Гали согласилась на это любезное приглашение, но рассудила, что к помере рюкзака надо бы прихватить сумку, содержащую съестное, не искать же на ночь, глядя, что поесть, к тому же при московских ценах. И с подавленным вздохом подняла ношу, плеенчатая ручка которой привычно впилась в натертую сзади ладонь. Московская жизнь складывалась не так, как успела нафантазировать себе девочка из провинции, но все-таки складывалась. Так успокаивала себя Галя, сидя у окна автобуса, циркулирующего между метро Выхина и той тьму-тараканью, где ей предстояло обитать. Под курточку, рассчитанную на теплые зимы, донщины, пробирался ноябрьский холодок, стекло обледенело, отопили в автобусе плоховато. В прижавшейся к ногам сумки при остановке что-то стукало Галю по правой голени, должна быть банка с очередными консервированными баклажанами. За окнами простиралась однообразная, темная, утыканная разноцветными оконными огоньками Москва. Москва бесконечных спальных районов, совсем не похожая на Москву, фильмов и книг Красной площади и Белого дома. Но Галя была рада и такой Москве, потому что верила, если, как следует, засучив рукава работать, то капризная столица примет ее как свою, и эта Москва, окраинная, и та, центральная, никуда не денется, примет. Гале прежде не приходилось посещать общежитие. При слове «общежитие» ей рисовался дом, разделенный на отсеки, длинный коридор, куда выходят двери, заполненных людьми комнат, шум, общие костюли, белевые веревки. Но по указанному на клочке тетрадного листка адресу обнаружился вполне обычный дом, двенадцатиэтажный, длинный, многоквартирный. С третьей попытки, набрав задубевшими от холода пальцами код на домофоне, Галя очутилась в стеклянном подъезде. Вдоль щербатой, выложенной желто-зеленым кафелем стены, каскадом свисали почтовые ящики, похожие на искалеченный радиатор правового отопления. Подход к лифту более или менее успешно перекрывали соединенные деревянными планками кресла с откидными сиденьями, добытые. И сразу напрашивалось фантастическое предположение из какого-то захолустного кинотеатра, где на них постоянно вымещали ярость за непонравившийся фильм. Из вспоротой обивки спинок кресел лезли поролоновые ошметки. На одном из сидений косым, угловатым, почти каллиграфическим почерком было начертано слово из трех букв. Сердцем чуя, что нескоро она перестанет обращать внимание на эти агрессивные убожества, и тем более сочтет царящую в подъезде обстановку чем-то привычным и родным, Галя поднялась на шестой этаж по лестнице, делая долгие перерывы на площадках, непроглядно темных, либо скудно освещенных лиловым люминесцентным светом. Она бы охотнее поднялась на лифте, ноги просто отваливались, но две лифты украшала картонная табличка с чернильной надписью «Ремонт». Случись такое в Ростове-на-Дону, Галя с ее активной жизненной позицией возмутилась бы, но сейчас осталось спокойно. Она как будто играла с Москвой в игру «Кто кого переупрямит» и не собирала стакану сдаваться. Ключ легко повернулся в замке, но дверь не открылась. Галя подергала, заперто на защелку, изнутри позвонила. — Кто там? — немедленно откликнулся хрипловатый женский голос, совсем близко. Очевидно услышав звук ключа, скребущегося в замке, обитательница общежития подошла выяснить, что происходит. — Это Галя, Галина Романова! — сокричала Галя. — Новый опер из Мура. Мне сказали, что я буду здесь жить. Дверь открылась. За ней в обычной квартирной прихожей, освещенной лампочкой, забранной в самый простой белый абажур, стояла девушка в очках со светлыми волосами, выявляющими у корней свою естественную каштанность, в длинном халате леопардовой расцветки. — Ровесница Галя, может быть, чуть постарше. Выражение лица замкнутое, неприветливое. — Входи, — сказала она. — Ты, значит, Галя. Меня зовут Ира. Так и предвидела, что недолго оставаться с мне одной. — А куда можно куртку повесить? — Тише, — поморщилась Ира. — Что ж ты так кричишь? У тебя всегда такой громкий голос. Вот вешалка. Но ты, если верхняя одежда ценная, лучше повесь в своей комнате. Всякие люди сюда заходят. Пойдем, покажу тебе твою комнату. Галя, смущенная замечанием о громкости голоса, не смела открыть рот, пока Ира показывала ей квартиру, почему-то названную общежитием, и непрерывно давала ценные указания на пористое и безобилизационное. Туалетную бумагу покупать для себя сама. Вот это вешалка для твоих полотенец. Не забывай гасить свет. Душам не брызгайся. Если нальешь воды на пол, сейчас же вытри, а то снизу придут ругаться. — Завтракаю я рано в пять утра, после вся кухня в твоем распоряжении. Да-то после восьми вечера у меня могут быть гости, так что ужинай, пожалуйста, у себя, все понятно. Галя успела кивнуть, прежде чем захлопнувшаяся дверь отсекла от нее образ Иры. Сделав несколько шагов, присела на низкую и скрипнувшую кровать, такие ставят в дешевых гостиницах. Голая лампочка, подвешенная на проводах, лила шестидесятисвечевый свет, пахла мокрыми газетами, затклостью, временным жильем, который никто не зовет дома. Желудок сигнализировал, что пора бы подкрепиться. Расстегнув сумку, Галя наугад, запустив руку, извлекла на белый свет банку, вероятно, ту самую, которая в автобусе била ее по голени. В результате недолгих, но интенсивных поисков, побочным результатом которых явились легендарные бабы Манины козьи носки, со дна сумки удалось добыть также консерванный нож. С банкой на коленях, с консерванным ножом в правой руке, Галя замерла, задумалась. Невеликое удовольствие поглощать консервированные баклажаны просто так, хоть бы кусочек хлеба, хоть бы глоточек чая, но хлеба она по дороге не купила, слишком устала, слишком тяжел был груз, а чтобы заварить чай в пакетике, требуется выйти на кухню, а там Ира, а у Иры могут быть гости. И тут Галя сдалась. Временно прекратив свою игру в партизанскую стойкость, здесь, где ее никто увидеть не мог, она уткнулась лицом в колючие носки, пахнущие козьей шерстью, и завидала. — Ой, мамочка моя родная, мамочка ж ты моя родная! Глава четвертая Первая мысль, которая пришла в голову турецкому при виде внутренности квартиры, где проживал покойный журналист Зернов, не отличалась возвышенностью и звучала примерно так. Да, не слабая была квартирка, но теперь ее долго еще сдать не удастся. Целых остались стены, и перекрытия не пострадали. Зато в комнате, где произошло преступление, импортные стеклопакеты вынесло взрывной волной, а от мебели остались фрагменты, похожие на почернелые обломки доисторических постройок. В отличие от других комнат, где произошло убийство, в этой отсутствовал привычный белый силуэт, обозначающий тело погибшего. Чтобы похоронить, Питера пришлось собирать по кусочкам, а частично и оттирать от стен. Хоронили в закрытом гробу, разумеется. По комнате неторопливо бродили эксперты-взрывники, ведущие специалисты из НИИ криминалистики, МВД и НИИ криминалистики, ФСБ. Исполняя ритуальный танец профессионализма, подцепляли деревянными шпателями и укладывали в целлофановый пакет какие-то интересующие их детали, перебрасывали специальными терминами. До турецкого доносилось тринитротолол, пластид, эквивалент тетротила. У восточной стены в черном обгорелом эпицентре взрыва специалисты заспорили. Точнее, даже судя по интонации, они ругались, но ругательствами служили не матерные слова, а числа. Насколько турецкий был в состоянии проникнуть в суть, эксперты категорически расходились во мнениях относительно того, сколько взрывного вещества потребовало, чтобы сотворить такое безобразие. — Давайте сюда Бланка! — запальчиво выкрикнул один, и другие поддержали его. — Где же Бланк? Пошлите машину за Бланком! Это звучало как «Приведите Вио! Ступайте за Вио!» В результате двое специалистов удалились, остальные приняли позу равнодушного ожидания, словно явление неведомого Бланка должно было решить все вопросы. — Что, ничего не понятно? — потихоньку осведомился турецкий у директора НИИ криминалистики прокуратуры Алексея Михайловича Михайлова, с которым был уже немного знаком. — Отчего же? — охотно отозвался Михайлов, высокий и полный, широкой черной бородой. Общие картины ясна. Взрывное устройство было заложено в стационарный телефонный аппарат и сработало по звонку. — Когда Зернов позвонил кому-нибудь? — Нет, когда он снял трубку в ответ на чей-то звонок. — Кто звонил в шваши епархии? — У вас есть сомнения? — Относительно способа убийства сомнений нет. Речь идет всего лишь о некоторых технических деталях, которые могут оказаться важны. Подозреваю, окончательный вопрос об этих деталях способен решить только Бланк. — А кто это Бланк? — Академик Бланк Корней Моисеевич. Мечтательно прищурился Михайлов. Давно на пенсии, но в прошлом был легендой взрывного отдела КГБ. Изредка мы его приглашаем, учитывая его уникальный опыт. Он, разумеется, для в проформа поворчит. Сделает вид, будто недоволен тем, что мы отвлекли его от пенсионных дел, но поможет с радостью. Если станет выказывать недовольство, мы его поймаем на крючок французской поэзии. Второе его увлечение после взрывов — проклятые поэты Бодлер, Рэмбо, небрезгует и средневековой поэзии. Помнит уйму стихов на французском. Турецкий понял, что ему хочется взглянуть на эту личность. Минут через сорок его желание осуществилось. Судя по шуму в прихожей Бланка удалось таки оторвать от сиденья на лавочке с Томиком Рэмбо. Но, одетый в длиннополые баллоневые пальто, человек меньше всего походил на академика или любителя французской поэзии. Скорее его можно было принять за пожилого сантехника профессионала, который может и выпить, и покуражиться, но за бутылку водки заменить тебе трубы так, чтобы достоять сто лет. А, впрочем, можно заменить и не за бутылку, если уважительно с ним поговорить, проявить человеческое отношение. Турецкий подумал, что еврей-академик на Западе не редкость. Наверняка попадаются там и евреи, которые любят французскую поэзию. С евреями, занимающимися расследованием дела о взрывах, а также организацией самих взрывов, ему доводилось соприкасаться лично. Но евреи, сочетающие в себе эти черты, да в придачах, к тому же похожие на пожилого пьющего сантехника, наверняка атипичны русские феномены. — Мой сын, — договаривал Корней Моисеевич, сопровождавшим его экспертным взрывникам, то, что не успел рассказать по дороге, — в религию ударился, пичкает библейской историей внучку. — Здравствуйте, Леша, здравствуйте, Боря, здравствуйте, генерал, — это турецком. А невестка, она у нас врач, знакомит ее с теорией эволюции и все такое. И вот представьте, какая каша у ребенка в голове. Приходят к нам гости, внучка начинает вокруг них прыгать, вертеться, все хвалят, какая-то Машенька гибкая, прыгучая. А Машенька отвечает, да это потому, что я еврейка, а евреи происшли от обезьян. Михайлов постарался изобразить на бородатом полном лице то умиленное выражение, которое полагается делать при рассказах о детских глупостях. Бланк не обратил внимания на его усилия. Решительно отметая поползновение экспертов, напрасно добивавшихся, чтобы он немедленно разрешил их спор по поводу количества взрывного вещества, в отросткой и цепкой походочкой обошел по периметру комнату Мурлыча под нас песенку по-французски. Насколько мог разобрать турецкий, в песенке рифмовались «фемаль» и «шеваль». «Шеваль», как ему известная лошадь, а «фемаль» — женщина. Знатокам французского Александр Борисович себя не относил. Немецкий ищет туда-сюда. А вот это что! Раздвинув полы плаща, академик Бланк присел на корточке возле какого-то малопримечательного с виду предмета. Форма, хотя и пострадавшего от взрыва, указывала на то, что недавно этот предмет имел право называться пассатижами. На ручках сохранились оплавленные следы красной пластмассы. — Плоскогубцы! — присоединился к созерцанию исковерканных пассатижей эксперт, который громогласнее всех настаивал на том, чтобы пригласить Бланка. — А откуда они здесь взялись? — с интонацией, не предвещавшей ничего доброго, — попросил Корнея Моисеевич. — Зерно что-нибудь чинил и оставил? — вслух предположил турецкий. — В такой логике не было ничего сверхъестественного. У себя дома Саша так и поступал. Если бы не Ирина Генриховна с ее стремлением к чистоте, у него эти пассатижи годами валялись бы на видном месте. — Эксперты кивками подтвердили, что версию готовы принять. — Нет, вы их только послушайте, — рыдающим голосом возвал Корнея Моисеевич. — Вам, генерал, простительно. Ваше дело не ремесло, а умстване, но они, мои дорогие дети. Зачем я с вами возился, чему я столько лет вас учил? Лешенька, хоть ты порадуй старого деда Корнея. — Посмотри внимательно и скажи, что это за фрукт и с чем его едят. Михайлов, несмотря на огромный живот, наклонился легко и изящно. Пальцами в резиновых, как у хирурга, перчатках взялся за плавленные рукоятки, раздвинул железный зев пассатижей, оснащенный мелкими и крупными зубцами. Турецкий также нагнулся любопытством. Даже на его, неискушенный в технических тонкостях взгляд, высоти же выглядели не совсем обычно. Они напоминали пасть хищного животного. В передней части плотно смыкающиеся, заходящие друг на друга клыки, сзади частые, короткие, коренные зубы. Демонстрируя возможности инструмента, Михайлов поднял с пола обрывок электрического провода и сомкнул на нем клыки пассатижей, которые, как казалось, с легкостью могли его удержать или перекусить. — Похоже, что это наши, — пробубнил Михайлов. В его голосе звенела досада, что сам на пассатижи не заметил, и торжество, что они все-таки обнаружились. — Что значит наши? — уточнил Турецкий. — То и значит, громко для всех произнес Михайлов, что такими пассатижами пользуются только эксперты и саперы из элитного подразделения московского ФСБ. Больше ни у кого их нет и быть не может. Что же получается? Работал профессионал, при этом настолько непрофессиональный, что забыл важную улику на месте преступления. Корней Моисеевич Бланк, задрав пальто, исполнил несколько пак какого-то французского народного танца. Ему это простили. Глава пятая Телефоны, 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 Звонки, звонки, звонки. Мир одержим демоном связи. Связаться всем со всеми немедленно, отложенно, в любую точку пространства, ночью, с утра пораньше, на совещании, на экзамене, на прогулке с собакой. Идеи комфортной связи требуют, чтобы телефон остановился все мобильнее и все миниатюрнее. Если телефон нельзя упрятать в кармашек или носить на цепочке в целях всеобщего воззрения, это для нас теперь вроде бы и не техника. При этом мы упускаем из виду такой надежный, имеющийся практически в каждом московском доме, аппарат, как стационарный телефон. Он громоздок и немобилен. Он уже давно не служит предметом гордости своего обладателя. Однако в каждом предмете можно открыть его неочевидную благую сторону. Раскрыть тайну убийства поможет обычный адрес. Рюрик Елагин, которого оставшаяся в прошлом специальность историка приучила бережно относиться к документам, послал на московскую городскую телефонную станцию запрос, суть которого, если опустить служебные реверансы, состояла в следующем. «Сообщите, плиз, с какого номера позвонили 6 ноября сего года примерно в 8 вечера на домашний номер квартиры гражданки Лосевой?» Такую фамилию носила квартираздатчица, которая сейчас наверняка горевала над разрушениями или подсчитывала смету ремонта. Самого же Рюрика, рожденного от любви, зародившейся в библиотеке имени Ленина, снова увлекли исторические литературные ассоциации. Точнее бы было сказать просто исторические. Поскольку он, разочаровавшись в официальной хронологии античности и средних веков, считал добрую половину вписанных в учебнике фактов таким же вымыслом, как выдумки писателей. А если так, стоит ли жестко проводить водораздел между одним и другим? Идея убийства на расстоянии издревле занимала лучшие умы преступного мира. Нет, речь идет не о могилду, а о самых простых, так сказать, подручных средствах, действующих дистанционно. Злая мачеха под видом старухи и нищинки приносит отравленное яблоко белоснежки. Нет, пример не в тему. Сама принесла, собственноручно вручила. Ближе другая литературная ассоциация. Преступный врач присылает Шерлоку Холмсу шкатулку с секретом. Открывая ее, невозможно не напороться на шип, инфицированный бациллами, возбудителями экзотической болезни. В наши дни письма с белым порошком, вызывающим сибирскую язву. В чем преимущество этого дивного способа? Трудно вычислить от правителя. Его спасает секретность. Насколько она свойственна почтовой связи? Недостатки? Письмо может не дойти до адресата. Если ж дойдет его, способен вскрыть кто-нибудь другой? Письма с сибирской язвой подходили для раздувания массовой паники. Чтобы убрать конкретное лицо, этот способ ненадежен. В случае, когда убит, намереваются особо важную персону, коей стал в России Питер Зернов, выбирают нечто более весомое. Примеры с телефоном тоже имеем, причем в ближайшее время, так что за достоверность можно учаться. Крупный предприниматель Иван Кивилизи был убит на весьма экзотический манер. Трубку его телефона намазали сильным ядом, испарение которого смертельно. Во время разговора дыхание Кивилизи оседало микроскопическими каплями на трубке, смешиваясь с ядом, и вот результат. Жертва падает и умирает. Чистую тебе воду. Способ смерти эксперты смогли раскусить не сразу. Ну и что это нам дает в данном случае? Избирая такой сложный и громоздкий способ убийства на расстоянии, убийца наверняка должен был подстраховаться, приложить усилий, чтобы вместо Питера трубку не сняло постороннее лицо, каким могла оказаться гражданка Лосева, приходящая домработница, или, смутился романтичный Елагин, какая-нибудь другая женщина. Не требовать же от иностранного журналиста, чья жена осталась в Америке, чтобы он себе кое-что веревочкой завязал. Значит, убийца должен был позвонить по телефону или подговорить своего сообщника. В любом случае этот след ведет к нему. Если Елагин, прославившийся среди друзей и коллег приступами ясновидения, окажется прав, для этих целей было бы проще всего воспользоваться мобильным телефоном. Воспаленное воображение не позволяло Елагину сидеть на месте, и во след своему запросу он сам отправился на МГТС. К представителю прокуратуры там отнеслись не сказать, чтобы ласково. Там ни к кому не относятся ласково. На заветный телефон, тем не менее, раскололись. Не удержавшись, Елагин сразу же бросил взгляд на официальный бланк. При чувстве его обманули. Телефон, с которого позвонили Питру ровно, обратите внимание, ровно в восемь вечера, был немобильным и даже московским. Обманутые предчувствия вселили в Елагина радость. Если б телефон оказался мобильным, следователю пришлось бы попотеть, а убийца не слишком мастер. Тьфу-тьфу-тьфу. Первая удача ничего не значит. Ну-с, играем с интуицией дальше. Если она поклялась сегодня обманывать Терюрика, возможно, за то, что он изменил ей с литературно-историческими ассоциациями, заключим с ней пари, так сказать, от обратного. Вот спорим, что телефон принадлежит какой-нибудь конторе на сто тысяч человек или полуподпольной нехорошей квартире, где постоянно сменяется население, где невозможно установить, кто именно и за каким чертом звонил по телефону ровно в восемь вечера шестого числа. Рюрику едва удалось справиться с ликованием, когда, потратив совсем немного времени на московскую базу данных, он удостоверился, что вычисляемая по номеру квартира зарегистрирована на Князеву В, а с нею там проживают Князев В, Князев Г и Князев Д. Не хватало только Князевых Е, Ж и так далее по алфавиту. Нормальная, по-видимому, московская семья, свившая себе гнездо на улице Ивана Сусанина, это неподалеку от метро Петровско-Разумовская. Посмотрим, что за семейка. Бодро, подумал Елагин. Семейки бывают разные. Глава шестая Приступив к расследованию дела Зернова, Александр Борисович Турецкий вплотную взялся за изучение того, чем занимался покойный при жизни. В этом ему помогло содержимое врученной Кости Меркулум канцелярской папочки. Помощник заместителя генерального прокурора ел хлеб не зря. Да, досье получилось, хотя и не исчерпывающим, но весьма многообещающим. Питер Зерноу или Петр Зернов, как он представлялся всем своим русским знакомым, или Питер Зернов, как он был известен читателем, экономист по образованию и литератор по призванию. В 1983 году закончил университет в Беркли, а затем и лондонскую школу экономики, где в 1984 году получил степень магистра. Докторская диссертация по теме «Экономические тенденции развития России» в 1905-1917 годах. В 1989 году становится корреспондентом финансового журнала «Келли», занимающего в США второе место по числу подписчиков, а шесть лет спустя старшим редактором специализировался в основном на темах, посвященных Советскому Союзу, впоследствии странам СНГ. В России стал известен в конце 1926 года, когда опубликовал в «Келли» статью «Сицилиец у власти», в которой подробно рассказывал о теневых делах олигарха Альберта Корсунского и утверждал, что он фактически управляет российской властью. Корсунский подал на «Келли» в суд. Разбирательство тянулось много лет, после чего стороны пошли на мировую. Корсунский отозвал иск, а журнал поместил на своем интернет-сайте опровержение. За это время, однако, Зернов успел написать книгу, одноименную со скандальной статьей, которая была немедленно переведена на пять языков и получила шумную популярность. Благодаря сбору материала на Корсунского Питер завел много связей, как в России, так и за ее пределами, среди экономистов, чиновников и представителей уголовного мира. Кстати, своими публикациями Зернов затронул русскую мафию, ту, настоящую русскую мафию, представляющую собой сращение уголовного и властного мира, о которой написал первым, а другие западные издания лишь перепечатывали его публикации. В 2002 году Питер Зернов провел несколько журналистских расследований об экономической ситуации в странах СНГ, в частности, опубликовал статью о сомнительной деятельности семейного клана главы непризнанной Приднестровской республики, а после отдал все силы на создание русского «Келли». Выход этого журнала в России под названием «Мир и страна» был намечен еще год назад, однако возник, как это сейчас принято называть, спор хозяйствующих субъектов. Гендиректор компании «Росправа» Василий Чернушкин сам хотел издавать журнал «Мир и страна в России», даже получил права на его издание. По жалобе американского владельца журнала патентное ведомство аннулировало российскую регистрацию и препятствия к изданию отпали. Некоторое время Зернов, казалось, не проводил никаких расследований, а занимался редакционной кухней, и вдруг бомба. В июньском номере «Мира и страны» опубликован список ста самых богатых людей России. Были в нем имена тех, кто постоянно появляется на телевидении, и тех, кто предпочитал держаться в тени, но всех фигурантов «Золотой сотни» или «Золотой орды», как успели окрестить список скорой на сенсацию и газетчики, объединяло одно. Никто из них не был доволен, что размеры его богатства стали достоянием общественности. Одни обвиняли Зернова в завышении цифрых миллиардов, а другие, наоборот, в занижении этих цифр. Никому не нравятся люди, заглядывающие в чужой карман. Это Костя сформулировал точно. Чем дальше, тем отчетливее Турецкий находил в Зернове сходство с собой. Питер ведь и был в некотором роде следователем. Только в отличие от Александра Борисовича, который по окончании расследования не только мог, но и обязан был передать дело в суд, журналист не имел возможности апеллировать к внешней силе. Его единственным орудием казни для людей, бессовестно расхищавших страну, было слово, а словом он пользоваться умел. Характерной чертой современного российского богатства, писал Питер Зернов в комментариях к золотому списку, является то, что никто не может объяснить, откуда оно взялось. Это самая удивительная черта, поражающая в России американцев. В США богатство создается трудом. Форд, чтобы добиться своих миллионов создал патагонную и конвейерную систему, но он же создал и автомобили, на которых ездила вся Америка. Но русские, бывшие чиновники, бывшие научные работники, люди, возникшие неизвестно откуда, откуда в одночасье взялись деньги у них? Ответ один. Это та часть государственного пирога, которую им удалось урвать. Именно поэтому эти люди неспокойны, они подчеркивают свое богатство, так, как никогда не станет этого делать по-настоящему богатый человек. По определению Зернова, классический российский богатей, мужчина, чуть более сорока лет, родившийся в провинции, приехавший в Москву и закончивший в столице технический вуз, женатый во второй раз. Единственный богатей не вписывающийся в эту схему, Татьяна Плахова, жена губернатора Приворгской области и владелец компании «Пластик». И на строчке с ее именем взгляд турецкого сдержался дольше, чем других. Зато ее муж, Глеб Захарович Плахов, данному зерновому определению полностью соответствовал. Глава седьмая Лиза Плахова, как обычно, после завтрака сидела за компьютером. Она могла бы стать программистом. Преподаватель программирования выделял ее из всей группы, хвалил ее математические способности и острый логический ум. Это не был пустой комплимент, которому она была обязана родительскому богатству. В той швейцарской школе, которую она недавно окончила, все девочки были из богатых, некоторые даже из аристократических семей. Лиза чувствовала, что ей действительно нравится заниматься компьютером, как хардом, так и софтом, потому что она многого могла бы достичь. Но дальше дело как-то не пошло. Вот уж почти полгода, как Лиза вернулась домой, в Приворск, и ничем не может заняться, ей ничего не хочется. В Приволжске Лиза страдает без друзей. Она, разумеется, знакома с детьми чиновников папиного круга, но такого человека, которому она могла бы доверить свои мечты и тревоги, у нее нет. Раньше до отъезда была Викуша, Вика, Вичка. Ни к чему обманывать себя. Их дружба прервалась не из-за того, что Лиза должна была уехать учиться за границей. Причиной послужил глупый эпизод. Выходка детей, которые стремятся скорее ощутить себя взрослыми. Они с Викой, тринадцатилетней обалдуйки, подражая мальчишкам, забрались на крышу. Напились пиво, горланили, швыряли бутылки вниз. С крыши их сняли Лизина охранники. Лизу дома слегка пожурили, только и всего. Вике, должно быть, досталось горше. На следующий день она пришла в класс с покрасневшими глазами и заявила, что не желает дружить с избалованной губернаторской дочкой, которая считает, что ей все позволено. Лизу будто раскаленной проволокой по сердцу хватило. Она что-то жалко лепетала, пытаясь оправдаться. Но Вика, высокомерно мстя за домашнюю обиду, заявила, что все равно их дружбе конец, так что пусть Лиза мотает в свою Швейцарию, где перед ней никто не будет семенить на задних лапках, и что, может быть, там научит себя вести. Это в Приволжске ее папочка-фигура, а во всем мире он всего лишь чиновник, который наворовал у страны денег, чтобы тратить их на деток. После этого все было кончено. Лизе было противно даже не то, что Вика могла такое сказать, а то, не такая уж она была дура в тринадцать лет, чтобы не догадываться, что подруга наверняка повторяет то, что ей сказали вчера родители, отговаривая от дружбы с Лизой Плаховой. Ну и, пожалуйста, катитесь, если вы такие завистливы. Папа не вор, он тяжело работает, а деньги свои получает по праву. В швейцарской школе, знаменитом Вайсвальде, никто перед ней на задних лапках не бегал, но и папинами деньгами не попрекал. Порядки были суровые, но справедливые. Никакого алкоголя, никакого курения, никакой громкой музыки. Выход за территорию чреват замечанием, а три замечания автоматически равняются исключению из школы. Подъем в пять утра, учеба весь день. Сперва было нелегко, потом втянулось. Хуже всего Лиза справлялась с необходимостью учиться и даже думать на чужом языке. Но ее соседка по комнате, Амине, из Сенегала, в этом плане приходилось еще трудней. Лиза все преодолела и осталась с собой довольна. Вот она не Лиза Плахова, маменькина-папенькина, избалованная дочка, а совсем другая девушка. Время учебы в Швейцарии вспоминается ей как напряженное, аскетичное, но насыщенное событиями и радостное. А здесь, в Приволжске, ничего не происходит, ничего не приходится преодолевать. С одной стороны, легко, а с другой, она почти физически чувствует, что ее засасывает болото. Едва возникает мысль заняться делом, следом приходит другая. А зачем? В школе все обучение было разбито на последовательные увлекательные этапы с ясными целями. Здесь Лиза не видела цель. Может быть, она своей цели уже достигла? На всех торжественных приемах ей обеспечено место рядом с папой-губернатором, который не упускает в случае упомянуть о ее дипломе и безупречном знании двух иностранных языков. Ну и куда дальше? В программисты? В переводчики? Что, в Приволжске? Остается только интернет, где она не дочка всесильного плахала, а просто член всевозможных сообществ с полумужским ником Тейлор. Остается торчать день и ночь на в чатах, болтаясь с новым виртуальным другом под ником Рейнджер, подбрасывать реплики на формы, смотреть по компьютеру новые фильмы, слушать новые диски. Лизончик, как всегда не постучавшись, вошла мама. Вечером нас гости. Пожалуйста, прибрах Лиз. Плахова младшая любила свое царственное имя Елизавета и терпеть не могла унизительные сисюкающие клички, в которые его переделывала мать. Это ж надо было такое изобрести, Лизончик, Музончик, Вазончик, Газончик. Но каждый раз стоило Лизе попросить, чтобы ее называли просто Лизой, и больше никак. У матери кривился рот, голос становился резким и крикливым. Уши слова не скажи. Что у тебя голова от ласкового слова отвалится? Я тебя люблю, а ты... Лиза ощущала себя виноватой и поскорее сворачивала разговор. Ведь мама так по ней соскучила за время учебы за границей, так стремится выразить свою любовь. Может быть, Лиза и вправду бесчувственна? Хорошо, мама. Обреченно ответила Лиза. Только, пожалуйста, по крайней мере, при посторонних, не называй меня всякими Лизончиками. Не буду, не буду, улыбнулась Татьяна Плахова. Видимо, ей тоже не хотелось портить отношения с дочерью с утра пораньше. Ты у нас, девушка, изысканная, элитная. Лиза обреченно вздыхает. За право называться изысканной ей предстоит вечером выдержать очередную битву. Мама непременно будет настаивать, чтобы Лиза надела платье, которое она ей купила, и чтобы обязательно уложила волосы в пышную прическу, открывая уши, чтобы сверкали подаренные папой за окончание учебы серьги с бриллиантами. Мама, мысно линьки, сделаем платье, широкобедрую и боится, что когда-нибудь станет такой. И знает, что, скорее всего, станет. Лизуша озабоченно спросила Татьяна Плахова. Тебе здесь скучно? Лиза неопределенно дернула плечом. Только бы мама не принялась ее развлекать. Это же будет полный кошмар. Потерпи, детка. В четверг мы поедем в Москву. Заведешь себе друзей, вольешься в общество. Будешь ходить по клубам. Сейчас это модно. А что? Идея ценная. Лиза очумела от интернета. Хотела бы пообщаться с кем-нибудь в реале. Кстати, этот рейнджер, который сразу же раскусил, что она, Тейлор, не парень, а девушка тоже из Москвы. Может быть, они встретятся, и что-то возникнет, и что-то получится. Это здесь она изгой из-за денег отца. А в Москве много богатых людей, по крайней мере, больше, чем в Приволжске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!